это я на снянке сегодня наш такой снянское водохранилище ездил по делам но его сделал кружок ну и заодно новые флешки проверить как камера их поймет и как писать будет на них а тут вон такие утенки тяша потерялся плыви за мамкой сейчас попробую к ним подойти все молчу ух ты пока углая Опять лягушки с ума сходить начали Субтитры делал DimaTorzok Вот тут еще какие-то поганки уже образовались Как-то резко тепло поперло Ну и видно природа заждалась Вообще вот снянку большей частью оккультурили Ну вот на острове еще остались вот такие вот тихие уголочки Где можно просто посидеть на травке Хотя половина берега уже где-то Где-то половина наверное Уже оккультурено дорожками Стоят там лежаки, столы Но мне вот этот вот кусочек он все-таки как-то ближе Ну наверное потому что я еще помню что Как это озеро наливалось с маленькой-маленькой речушки Мне как-то вот ближе вот все-таки Вот такие вот его уголки Вот такие вот Люблю вот такие вот маленькие вот поляночки Вкрапления где можно очень уютно посидеть Но сейчас вот меня оттуда согнали комары Что они тоже видно по холодному маю Тут очень скучали Вообще я понял что они в мае не летали Вот как-то вдруг вот сейчас сидел Май-то холодный был Даже не то что им холодно было Все же ходили в крутых штанах Чего летать-то Все равно не поешь Вот они и сидели где-то видно по углам Силы экономили Похоже овчарка решила уток погонять Она решила что Что она охотник Ну сейчас буду ехать там Кто не видел покажу Снянское водохранилище Так не все кусочек Ну вот здесь уже в кадр попадала Это база МЧС Вот здесь на острове Когда-то здесь вообще Они сейчас законсервированы Вообще здесь Несколько скважин Откуда шла питьевая вода Артезианская И вот там где сейчас стоит здание МЧС Когда-то Качали воду Разливали в бутылки Потом там что-то со скважинами Ну короче что-то было не то Их законсервировали Там частично они вроде бы используются А под эту марку Что скважин законсервировали Здесь немножко поступили с охранной зоной И здесь по берегам дали разрешение Понастроили кучу коттеджей Почти под самым берегом Ой лягухи Ой лягухи стонут А сама спряталась Даже так где-то в траве сидит и не видно Ой 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 Какая жизнь тяжелая наша лягушачья Вода холодная Погода дрянь Да 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 Я тебе сочувствую Ну а так вот здесь вот в основном Вот такие вот дорожки Вокруг снянки накатанные Такие хорошие грунтовочки Ну а мы здесь немножко срежем Уголочек Через красивые цветущие кусты По тропинке В конце концов туристы мы или не туристы Справа у меня тут остров Тоже такое вот достаточно дикое место Ну как дикое Относительно конечно Но есть тут Есть тут очень даже уютные уголки И тропиночки Вот это вот перешеек Когда-то в незапамятные времена Его здесь не было И кстати вот чего Я еще чем удивлен Что тут по берегу натыкали Вон этих щитов Что купаться запрещено Это вот сделали переездка Когда здесь вот когда качали воду Бутылки разливали Еще все времена Сделали дорогу тут Ой и здесь утенки Ну это смолы и такие смешные И почему-то с красными головами Ну это вот мы сейчас по дальнему берегу С нянки едем Он тоже такой более-менее Ну скажем так Менее оккультуренный Менее хожженный Ну и очень популярное место Здесь для велосипедистов Вот этих вот самокатчиков Вон Как погода более-менее Так тут просто не протолкнулся Я все время так еду Ну и думаю Ребятки А где же вы были в январе Когда вот на этой вот дорожке Здесь были такие ледяные колеи Сантиметров по 20 глубиной Здесь так интересно ездилось Вот по зиме этот кусочек Он был самый такой трешовый Потому что мне периодически приходилось В эту сторону ездить По своим делам Вот этот кусочек был Ну такая Тренировка по эквилибристике Такой укатанный снег По дождям После дождей Все это смертлось Остались глубоченные колеи И вот между этим Всем балансировали А сбоку слежавшийся снег По которому не проломишься Вон там Какая-то машина Лесники что ли Потому что с машинами Здесь так достаточно строго Здесь периодически И ГАИ, и ОМОН патрулирует Вот это вот Одна из моих Таких вот Любимых полян Вон там В глубинке Где за людьми Что сидели Где за людьми Вот этот берег Еще не сильно людный Там Потом подъездим Ближе к велодорожке Экокультуренным навесиком С мангалами Там уже Ой Какая-то мошка В глаза полезла Вот еще один Перешейк на остров Тоже его перекопали Ну здесь такой Бродик Так ниже чем по пояс То есть можно перейти И вот на этой косе Вот я там и сидел Оттуда начал съемку Ну вот здесь Ну вот здесь уже плотность Велосипедистов Возрастает Тут начинаются Окультуренные пляжики Вон здесь на ветерке Хоть мошку поздувало Обычно в это время Мошки уже нету Она уже отлетает Это обычно в середине мая Когда все нормально А в этом году все поздно Я же говорю У нас вон Начало июня Еще только сирен По-настоящему Цвести начала А вот Вот это вот Дальнебережная Зона отдыха Вот здесь уже пошла Массовочка Зона отдыха Это вот мы подъехали Канальчику Это скажем так Истоки Это место Откуда все начиналось Это уже вот в этом году Тут лежачков По-настоящему Хотя Суть больше там Популярностью пользуются Лежаки Которые возле Мангалов На пляже И здесь вот Когда-то Вот этот Канальчик Это русло Той речушечки Маленькой С которой Вся эта цнянка И начиналась Ее вот Окультурили Вот от такого Водопадика Вообще Вообще Сама речушка Была намного скромнее Когда-то Это 80-81 год Здесь было такое Такое болотце Небольшое И мы здесь еще Так как бы В легкие бродики Ходили И когда выезжали Туда Вот в ту сторону Туда На новинки На дрозды По полевым дорогам Здесь был А здесь был Такой ручеек Там 2-3 метра Шириной Глубиной Сантиметров Там 15-20 А здесь видно Еще приоткрыли Подачу Ну Окультурили Сделали трубу С дроздов То есть Это та же Вилейская система И цнянка Включена В нашу Скажем так В наше Водное кольцо Минска Которое идет Практически Вокруг всего города Вот эта система Каналов Там водохранилищ Приходит Чижовское Водохранилище Так что теперь Здесь все течет весело В зиме Вот воду перекрывают Зимой бывает Что она вообще не течет Бывает что она так Ну чуть-чуть Сочится Так Опа И вот похоже Пошла уклеечком Вот смотрю Парень вытащил Мужики на уклеечку Стоят Ну уже мелкая Как-то Наверное крупная В этом году Как-то незаметно Вот этот преднерестовый Жорк крупной уклейки Наверное прошел Ооо Вот такие вот Трехколесники у нас тут В популярность Тоже сейчас входит Ну и место конечно такое Что здесь все говорят Велосипедистская мека Здесь Многие маршруты выходят Раньше еще тут Велокафе было Потом девочка его закрыла Ну что Поехали дальше 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 ну вот уже пошли официальные пляжи пляж номер один которая на канале купаться тут все равно особо не покупаешься но тем не менее пляж ну вот на том берегу на том берегу там уже такой целый городок аттракционов кафешки три года это была безалкогольная зона даже пиво не продавали сейчас уже вроде как пиво разрешили продавать что мне абсолютно безразлично поскольку я его не пью ну вот мы въехали в самую культурную часть движемся здесь вот здесь вот в этом впереди будет там единственная такая большая стоянка где можно припарковаться по лету забита конечно а здесь вдоль берега он таких вот домиков понаставили вот пока было холодно людей не было я очень любил здесь так притормозиться чайку попить сейчас с этим как-то ну сами видите есть некоторые проблемы а вот здесь когда-то было кафешка кропка сбору жалко конечно место в местечко было очень уютно и популярная когда была кафешка здесь всегда было там по 20-30 велосипедов велосипедов и таких велосипедов приличных ашановоды сюда не ездили в основном здесь как бы половина минского велобая минское велосипедное общество вот такая тусовочка была всегда я вот как здесь рядом рядом живши мне сюда принципе километр я сюда узнал что в любое время можно подъехать и все время встретишь кого-то знакомого на этой кафешке это вот вот эта стоянка что я говорил это здесь уже местный центр цивилизации вон тут уже люди даже со своими шатрами с антикомаринами ну вот это моя наименее любимая часть не люблю я вот такие шумные массовки я человек дикий здесь вон и вон этих вон велосипедистов табунами там вон через деревья то что я говорил вот просвечиваются коттеджи хотя здесь по идее как водозабор здесь должна была быть ну и была она по моему 800 метров охранная зона а тут вон ста не будет тут вот спасать спасательная станция трамплин для водных лыж и вон не знаю как эта фигня называется который лыжников тягает вон человек там он катается за место катера его тягает тросом берега ну вот мы по сути приехали ко второму мосту на остров ну практически совсем рядом с тем местом где где я съемку начинал для первых уточек показывал тоже в принципе такой достаточно уютный бережок так вот посидеть ну а я же говорю что цнянка это осенний весенний зимний водоем для меня когда здесь народу очень мало хотя чтобы здесь чтобы совсем пусто здесь наверно камни с неба падать должны совсем пусто тут не бывает тут вот такая развязка здесь вот тоже беседочки пошли там сейчас у меня слева параллельно идет велодорожка я вот поеду по теньке по теньку по тротуару здесь такие вот спортплощадки тоже у нас еще одна кафешка и там дальше там вот канальчик канальчик идет дальше вот слепянская водная система минско-вилейская а дайте пожалуйста проехать спасибо спасибо большое и здесь вот дорожка уже все на этом я наверно обзор закончу дорожка идет к моим гаражам слева у нас там теннисный клуб который самым нахальным образом несмотря на кучу протестов и петиций вкорячили там чуть ли не на пляже вот он там через деревья проглядывает такое абсолютно беспонтовое сооружение практически всю дорогу пустующее уже выставленное на продажу вот гаражи когда-то строились на самом-самом краю охранной зоны вот этот забор гаражей он идет ровно по границе охранной зоны такой какая она была в году в семьдесятом восьмом восьмидесятом восемьдесятом восемьдесятом вон там за кортами возле соснового леса там идет канал вот этой водной системы ближе раньше строится было нельзя ну наверно на этом я обзоры закончу этого водохранилища сам поеду уже домой позавтракаю а то уже три часа уже пора вот 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 qué вот вот вот